Остров Великитского Остров Великитского можем озвучить, можем сказать, это уборка на территории 60 гектар, то есть очищена и убрана территория 60 гектар. Собрано было количество бочек 500-200 литровые бочки. Также, по словам директора Центра освоения Арктики, собрано более 200 тонн металлического мусора. Кроме того, разобрано 20 ветхих зданий и сооружений. Для главы региона волонтеры подготовили экскурсию по острову и показали деревянный маяк. Участники экспедиции восстановили его. Укрепили конструкцию и организовали внутри музей истории острова. Осмотрел губернатор и места хранения уже собранного металлолома, а также мусор и постройки, от которых предстоит расчистить территорию во время следующих экспедиций. Дмитрий Артюхов посмотрел, как работают волонтеры и сам принял участие в уборке острова. Наши волонтеры уже третий год проводят экологическую уборку. Мы видим, что уже многое сделано. Есть опыт с острова Белого, когда нам удалось собрать свыше 1000 тонн. Металлолома здесь задач, к сожалению, не меньше. Надо много еще убираться. И надеемся, что за два года, 20-21-го, мы переведем его в должный вид. После уборки и осмотра острова губернатор пообщался с волонтерами. На встрече говорили об экологических проектах в Арктике, социальном и инфраструктурном развитии Ямала, создании современной системы сбора мусора, благоустройстве городов, а также о туристическом потенциале как Ямала в целом, так и острове Вилькицкого. Экологические экспедиции на остров проходят с 2017 года. Они организованы Департаментом внешних связей округа совместно с Ямальской общественной организацией «Зеленая Арктика» и Российским центром освоения Арктики. Завершить работы по экологической очистке острова планируется в 2021 году. На портале «Живем на Севере» активно ведется сбор заявок и предложений по инициативному бюджетированию. Проект «Уютный Ямал» вызвал живой интерес у активных ирсалинцев и собрал уже шесть заявок, которые могут быть реализованы в случае победы в голосовании. Среди идей много инициатив по благоустройству поселка. К примеру, речь идет о создании на въезде в поселок парковой зоны отдыха «Сердце Ярсове», символизирующей семейные традиции и их укрепление. Также предложили установить в поселке скамейки с солнечными батареями, чтобы жители могли во время прогулок по поселку зарядить свои гаджеты. Активно в проект включились спортсмены, которые предлагают модернизировать уже существующую спортивную площадку возле магазина «Северный» и оборудовать специальный стадион для национальных видов спорта в микрорайоне «Полярный». Помимо этого, активисты уделили внимание экологии. Одна из идей посвящена теме обмена вещей, так называемая «Своп-вечеринка». Напомним, время для того, чтобы подать свою идею, еще есть. Сбор заявок продлится до 19 августа. В районном центре полным ходом продолжается возведение нового корпуса школы-интерната, который примет в свои стены 800 учащихся. В преддверии праздника Дня строителя съемочная группа ЕТВ посетила этот объект и узнала интересные подробности о будущей цитадели знаний. На текущий момент над строительством школы работает около 150 человек. Общая площадь будущей школы составит 13 тысяч квадратных метров. Занимает она 9 гектаров и состоит из двух зданий, одно из которых является спортивным корпусом, который будет соединен с основным закрытым теплым переходом. «В этом году мы должны практически возвести общие строительные работы по основному зданию и спортблоку, то есть закрыть фасад, кровли, окна, основные мокрые процессы и спуском отопления начнутся отделочные работы». По словам Андрея Зобнина, этот корпус станет самым современным в округе. Одним из новшеств, подсмотренных в современных школах, станут внутренние стены с витражами, которые дадут возможность видеть все, что происходит в классе во время урока. При этом современная система шумоизоляции не позволит ученикам отвлекаться на посторонние звуки из коридоров и улиц и создаст для учеников комфортные условия для обучения. Все помещения спроектированы с использованием современных материалов, и для каждого разработан свой уникальный дизайн. Также для пропуска учеников на территорию школы будет использована система турникетов и индивидуальных пропусков. Кроме этого, каждый ученик получит свой индивидуальный вещевой ящик. Департамент социальной защиты населения предлагает для многодетных, малообеспеченных семей ряд программ, связанных с отдыхом и оздоровлением. Под эти программы попадают как льготные категории детей, то есть состоящие на диспансерном учете, имеющие ограниченные возможности здоровья, так и многодетные семьи, проживающие на территории района. Данные мероприятия включают в себя возмещение расходов, понесенных на отдых и оздоровление. Этой программой может воспользоваться любая многодетная семья, независимо от своего совокупного дохода. Также есть возможность воспользоваться и предварительной оплатой, под которую попадают многодетные малоимущие семьи, имеющие трех и более детей. При этом один ребенок должен быть в возрасте до трех лет. Да, у нас есть две семьи, которым мы предоставили услугу, это предварительная оплата отдыха и оздоровления. Эти семьи у нас получили оздоровление. Мы с этими семьями первоначально заключили договор, согласно которого мы выплатили денежные средства по документам, которые они предоставили и указали временной период, когда они будут получать оздоровление. Продолжение следует...